МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Речь идет о нашумевшем перекрытии Красинского моста в ноябре прошлого года. К мосту были стянуты все оперативные службы города. На несколько часов мост был закрыт для движения. Сотни автомобилистов были вынуждены искать объездные маршруты, чтобы вернуться в конце рабочего дня домой. ЧП вызвало массу слухов в сети интернет. В связи с непростой ситуацией в стране тверетяне не на шутку встревожились. Сегодня правоохранители открыли завесу тайны и рассказали, что случилось в тот тревожный день. По версии следствия, фигуранты изготовили три муляжа самодельных взрывных устройств, которые разместились 17 ноября 2023 года в Твери под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца, после чего посредством телефонного звонка сообщили несоответствующие действительности сведения о готовящемся акте терроризма. При взаимодействии сотрудников Следственного комитета, УФСБ и Росгвардии двое мужчин задержаны в установленном законном порядке. Им предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. При взаимодействии сотрудников Следственного комитета, УФСБ и Росгвардии двое мужчин задержаны. Им предъявлено обвинение. В жилищах фигурантов проведены обыски, изъято предметы и документы, имеющие значение для следствия. В инкриминируемый период на территории Российской Федерации женщина не находилась. Ей заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в международный розыск. В отношении обвиняемых судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении женщины заочно избрана аналогичная мера пресечения. По делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на проверку причастности обвиняемых к совершению иных преступлений. Еще раз отметим. За такие выходки предусмотрена ответственность по статье 207 Уголовного кодекса. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Максимальное наказание до 10 лет колонии. И многомиллионные штрафы. Если сообщение касается объектов социальной инфраструктуры, больницы, школы, вокзала, а также заведения, связанные с отдыхом и досугом, либо преступные действия повлекли ущерб свыше 1 миллиона рублей, виновным грозит наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 5 лет. Дестабилизация деятельности органов власти влечет более строгую ответственность. Штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет. Следует помнить, что подобные действия, даже если совершаются из хулиганских побуждений, из-за создаваемой атмосферы страха и паники, могут повлечь по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. В этом случае наказание назначается в виде штрафа до 2 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от 8 до 10 лет. Проверка поступивших сообщений, даже при очевидной ложности, всегда проводится полно и тщательно. С эвакуацией зданий, выездом большого количества полицейских, саперов, проверкой всех помещений. Расходы, понесенные государством, нередко измеряются в сотнях тысяч рублей. И виновный обязан их возместить в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. У подобных ЧП существует и другой немаловажный аспект. Тревожное сообщение отрабатывали сотни работников правопорядка и экстренных служб. На несколько часов те, кто должны были обеспечивать правопорядок и спасать людей, были отвлечены чьей-то злой шуткой. Впрочем, шуткой такое деяние, памятуя о недавнем террористическом акте в Крокусе, вряд ли можно назвать. Мы следим за расследованием этого громкого дела. У МВД России по Тверской области продолжает наборную учебу в образовательные учреждения МВД России. Поступив на обучение, вы будете обеспечены ежемесячным денежным довольствием от 17 тысяч рублей, форменной одеждой, питанием, местами в комфортабельном общежитии. По окончании обучения вы получите диплом государственного образца, специальное звание лейтенант полиции, гарантированное трудоустройство, право на пенсию при выслуге 20 лет и более, обучение входит в стаж, бесплатное медицинское обслуживание в медицинских организациях МВД России, другие льготы. Телефоны для справок на ваших экранах.